ЛДПР приносит свои соболезнования, высказывает самые теплые слова семьям погибших, родственникам пострадавших в жутком теракте в Пакистане. Это все череда событий, которые будут весь 21 век. Об этом говорит Жириновский, об этом говорит ЛДПР. Мы видим, как нарастает с каждым днем террористическая угроза не только на Ближнем Востоке, но и в Европе. Сегодня появилась информация одного из боевиков, который обещает грандиозные по своим масштабам террористические акты в Соединенных Штатах. Они говорят о том, что территория Соединенных Штатов – это один из важнейших мест, где будет большая террористическая борьба против цивилизации. Сегодня боевики уничтожают все, что связано с историческими корнями любых цивилизаций. Мы видим это и на территории Сирии, когда после освобождения Пальмиры обнаружили огромный ущерб, который нанесли боевики ИГИЛ этому древнему городу. То же самое происходит и в Европе, когда уничтожаются культурные памятники, оскверняются храмы, все это распространяется и на территорию ранее не подконтрольную ИГИЛ. Сейчас ИГИЛ уже и в Ливии, и в других странах. Поэтому мы предупреждаем страны Европейского Союза, Соединенные Штаты о том, что нельзя одной рукой подкармливать терроризм, а другой рукой делать видимость борьбы с терроризмом. Нам необходимо все вместе объединить усилия и начать общую мировую борьбу с терроризмом. Это третья мировая война, которая приведет либо к гибели человечества, либо к формату, когда все-таки терроризм будет повержен. Потому что с каждым годом террористы все более изощренные. Мы видим, как в Европе они хотели сделать террористические акты на ядерных объектах. И если с этой угрозой не бороться сейчас, то далее и далее это будет все сложнее и сложнее. У терроризма появится возможность доступа к оружию массового поражения. Это может привести к десяткам, может быть даже сотням миллионов погибших. Это все очень опасно. И мы, как Россия, предлагаем все-таки объединить усилия и начать массовую, быструю, мобильную и, главное, совместную борьбу с терроризмом. Продолжение следует...